Уже в нынешнем году в Гупьинской больнице было зафиксировано 11 обращений с жалобами на укусы животных. За весь прошлый год таковых было 60. Всем была оказана своевременная медицинская помощь. Практически, наверное, каждую неделю поступают пациенты, укушенные не только собаками, но и кошками, и хомячками, и даже мушами. Нередко укушенными бывают и хозяева животных. Так произошло и с Галиной Орловой. Во время выгула домашнего питомца женщине пришлось разнимать драку с собак. В итоге Галина лишилась фаланги пальца. Ну, получилась у меня собака из дома лайка. Подралась со знакомой собакой. Стало их жалко, что они друг друга поранят. Получилось, поранили меня. Однако, ранят и самих животных. В марте в ветеринарную клинику привезли собаку с двумя огнестрельными ранениями в область головы и бедра. Спасти животное не удалось. Другому, пострадавшему от огнестрельного ранения, домашнему коту Мурзику, повезло больше. Мы его отвезли, ему сделали гипс. На следующий день сделали оренген и выяснить, ему нужна операция. Мы его отвезли в Сургу, там ему сделали операцию. Сейчас он лежит у нас дома, мы ему делаем уколы. Следует знать, что подобные действия по отстрелу животных уголовно наказуемы. От штрафа до лишения свободы. Что побудило стрелявших к этим преступлениям, пока неизвестно. Возможно, они сами пострадали от нападения животных. Но ни один мотив не может служить оправданием жестокого обращения с ними. Как известно, весной животные становятся агрессивнее. Один из способов решения проблемы с бездомными собаками и кошками – это стерилизация. По словам ветеринаров, после этой операции животное начинает вести себя намного спокойнее. Минус только один – стерилизация требует наркоза. И как его перенесет четвероногий друг – неизвестно. Лучше, чтобы животное достигло половозревого возраста, то есть сформировалось, у него полностью созрели и сформировались все гормональные процессы в организме. И после этого можно проводить стерилизацию. Сегодня в ветеринарную клинику на стерилизацию привели собаку из приюта. Жужа операцию перенесла хорошо. По словам волонтеров, сейчас в питомнике около 80 стерилизованных животных. Стерилизованное животное меньше подвержено гормональному всплеску, меньше подвержено всяким раковым опухолям и всяким болезням. С начала года в ветеринарной клинике проведено около 30 таких операций. Со временем, говорят специалисты, такая работа должна положительно сказаться на популяции бездомных животных. А чтобы их период отпусков не становилось больше на улицах, ветеринары напоминают прививки питомцам перед отъездом нужно делать заранее. От бешенства прививки городские ветеринары делают бесплатно. Елена Хиль, Денис Гонцов, Новости Губкинского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова